Перекрёсток Краснодарская-Шевченко. Даже при беглом осмотре Сергей Сергеев видит массу проблем и даёт поручение не ждать курортного сезона, приступать к благоустройству и обновлению внешнего облика Анапских улиц. Давайте бордюры начинать красить. Вон смотри на той стороне, видишь, кто-то что-то рыл, бросил. Чей люк канализационный? Водоканал. Водоканалы? Надо водоканал тоже привлекать. Подняли. Да, пусть поднимают, зачем мы неудобство создаем? Мэр обращает внимание на пешеходные переходы. Они не только портят общий вид, но и не отвечают правилам безопасности. Начинать надо от центра. И плюс к тому, пешеходные переходы обязательно без массового пребывания людей. То есть детские, дошкольные, школьные, поликлиника, больница. Там в первую очередь должны быть пешеходные переходы. Потому что, ну, вот это безобразие. Уже безобразие. Мы город, как сказать. С 4 апреля коммунальщики приступят к обновлению разметки на дорогах. В плане рабочего объезда мэра остановка на Терской. По мнению главы города, надо довести до логического завершения благоустройства этого отрезка бульвара. Нет достаточного освещения, мусорных пакетов в урнах и плитка требует ремонта. Ну вот эти просадки все надо устранить, чтобы было ровненько, чтобы можно было из коляски ходить. Ну вы что, все будете вскрыть? Ну мы... На полосу, да? Нет, не всю, конечно. Ну то есть ремонт. Да, будем производить ремонт. Мы выберем здесь грунта сантиметров 10, досыпем водородного слоя, посеем траву. Ну давай, по возможности бордюры, да. Общественники, проводники идей и пожеланий анапчан. Все нравится, но вот с общественным порядком не очень. Сборище по вечерам в этом районе беспокоит. Сергей Павлович пообещал обратиться к полиции и обозначить проблему. Еще один вопрос о зеленении. Людям нравится еще то, что они просили, давайте не будем терять курортный колорит, не убирайте у нас эти деревья, где есть акация. Досадите нам еще акации, пусть здесь будет так. Клены не надо. А она есть сегодня, акация? Да, есть у нас место. Нам надо немножко вот там. С акацией знаете какая проблема? Почему там клены, если акация не подлежит кронировать? То есть если ее начинать кронировать, она пропадает. Поэтому мы подсадим молодые и со временем они подрастут, а и любят. Подняли вопрос пустующего бювета на проспекте революции. Проблема в арендаторе, которому городские власти повторно предложат расторгнуть договор аренды. Анапчан волнует и состояние дворовых территорий. Я проживаю на протапе 88, вот здесь за банком у нас постоянно лужа. Вот чуть-чуть дождик пройдет, уровень двора ниже, чем дорога. По дворе лужа, да? Ну, за въезде, прям за банками, она вон сейчас чуть-чуть подсохла. Доливает двор все. Если можно сделать и что. Все поручения войдут в краткосрочный план работ управления ЖКХ.